Привет всем! Однако не самая лучшая идея была. Есть открытые крыши, на работе все болеют, везде все болеют, грипп не заставил себя долго ждать и, наконец, посетил меня. Хочу поделиться тем, что прописал мне врач. Сначала думал, будет какой-то антибиотик. Оказался новоминсульфин или метамицол. Доктор сказал, что это для снижения температуры. Я использовать его не стал, по крайней мере, в первый день, когда была температура, решил подождать, что скажет иммунная система. И вот уже вчера с утра температура нормализовалась с 39 до 36,7. Соответственно, большая часть инфекции была повреждена. Короткий гугл вещества метамицол поведал о том, что оно запрещено в ряде стран, в том числе и в Америке. В Германии уже не раз приводило к летальным исходам, так как оно уничтожает белые кровяные тельца, а тем самым и всю иммунную систему. Думаю, всем известны обезболивающие серии ИБУ, ИБУПРОФЕН или ИБУФЛАМ. Их частенько используют в серьезных соревнованиях, парацетамол и так далее. Так вот, что мне прописали, еще на уровень выше. В общем, ты доверяй, но проверяй. Ведь вот такой рецепт могут выписать из серии, сколько яда можно выпить без последствий. Итак, за счет того, что мне выдали больничный, мне нельзя никуда ездить. То есть, только самые необходимые, близлежащие магазины, например. И, конечно, никакой спортивной активности, неважно, насколько мне станет лучше. Работодатель, к сожалению, знает о моей страве. В любом случае, нашел новую игру, и она не из тех, в которые можно играть во время больничного. Думаю, вы поняли, о чем я. Обзор планирую уже на следующих входных. А, собственно, сегодняшняя тема – это хейтерские комментарии. Люди, которые обращают внимание на того, кто передает сообщение или информацию, нежели на саму информацию. И самый популярный комментарий по этой теме, неважно, о чем я рассказываю в видео, он даже не совсем хейтерский. Где твои брови? Во-первых, я использую несколько локаций для съемки. При падении освещения непосредственно на лицо, мои без того светлые брови становятся еще более светлыми и сливаются с кожей. Кто-то предположил, что это для аэродинамики, я сборил их. Остроумно, конечно, но вообще-то брови находятся за дужками очков и натурально служат препятствию протекания пота прямо в глаза. Кроме того, раз уж спортом мне заниматься нельзя, давайте углубимся во втопную историю моих бровей, ведь это многих из вас так интересует. Вот правая бровь, вот да, здесь разбита еще в детстве была, левую я пробил позже, но после ношения пирсинга установил, что ранка никогда полностью не заживала. Использовал разные материалы, модели, но ничего не помогало. Поэтому в один прекрасный день вынул пирсинг, и дырка заросла в течение буквально трех часов, и я мог буквально вот так помять бровь, и никакого дискомфорта не было. Еще один тролль, я думаю, что это тролли, и эта информация не соответствует реальности, написал, как-то в одной гостенке писали, советский спорт вроде, что в случае отказа от молока начинает выпадать брови. Думаю, неправда. Да, я читал эту статью, там также был приведен результат исследования о прямой связи употребления молока и ракопростаты. И я подумал, лишится яиц или бровей? Выбор за каждым, в принципе. Слушай, друг, ты реально достал, засуни свое веганство себе в хэштег, 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 заведи для этого второй канал, как все делают. А здесь рассказывают только о спорте и спортивном питании. Таких комментариев тоже достаточно от людей, у которых нет и ста подписчиков. Да, зачастую просто нет ни одного видео. Я не удивлюсь, что такие смотрят телевизор, в котором есть такая тема, как неотключаемая и даже не кликабельная реклама. То есть, даже если вы хотите поддержать автора кликом на рекламу, то не получится, она все равно будет идти. И это, конечно, вообще никак не достает. Так же, как и афиши макговна по всему городу и реклама продуктов из выделений коровы на троллейбусах, в журналах, да просто везде. Ладно, в любом случае, меня не сильно это все интересует. Меньше трескотни, больше дела, больше видео. Пока спортом не заниматься нельзя. На время выздоровления хочу поинтересоваться у вас. Интересен ли обзор на новую камеру? Вот эту Sony, которую я практически снял все свои последние видео. Прошлый обзор экшн-камеры вроде хорошо зашел. Может, и это интересно. В качестве мотивации, короткая инфа, эта камера обладает самым быстрым автофокусом в своем классе. Нет? Просто лайкни видео или напиши в комментарии, или лайкни комментарий, в котором кто-то выразил свой интерес. В общем, ты знаешь, как это работает. Также в тему недуга обязательно сделаю видео о профилактике простудных заболеваний и проверенных средств для восстановления и легального допинга в спорте. Естественно, все подтверждено исследованиями. Также в планах на ближайшее время значение веса компонентов велосипеда. А вообще, времени до среды у меня навалом, так что пишите, что хотели бы услышать вы, кроме вышеозвученного. А может, вы вообще не хотите больше слышать такой голос. Мне пофиг, в принципе. На этом закругляюсь. Надеюсь, кому-то это видео что-то допринесло. Если нет, то можно соответствующе оценить видео. Спасибо за просмотр. До-до.